Девушки отдыхают. Велосовещание 28 января у вице-премьера Дмитрия Григоренко. По данным издания, в правительстве склоняются к позиции Минфина, а не ЦБ. При этом само ведомство по-прежнему расходится с финансовым регулятором. В вопросе возможности обеспечить легальность оборота криптоактивов под контролем госструктур. В варианте Минфина рынок предстоит разделить на белую регулируемую часть и криминализированную черную. В варианте ЦБ все операции с криптовалютами должны осуществляться вне юрисдикции РФ, пишет forklock.com. Контуры концепции регулирования крипторынка, согласованные с правительственными ведомствами, изложены 2 февраля в письме министра финансов Антона Силуанова, премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе объем владения россиян криптовалютами оценивается на уровне 2 триллионов рублей. Bloomberg приводит оценку в 16,5 триллионов рублей. Эти активы могут быть легализованы, либо сохранить нынешние, прямо не нарушающие законы, но и не поддерживаемые ими статус. Консолидированная позиция власти состоит в том, что частная криптовалюта не будет законным средством платежа в России, а майнинг должен стать предметом регулирования. Напомним, Центробанк и Минфин отстаивают разные позиции в отношении криптовалют. ЦБ предлагает запретить их обороты добычи на территории РФ, тогда как в Министерстве финансов выступают за регулирование отрасли. Ведомство уже подготовило собственную концепцию. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем различные аэрдроповые листы новых проектов и новости из мира криптовалют. А теперь вернемся к теме. В этом контексте важно ответить на несколько ключевых вопросов. Чего хочет Центробанк? Почему Минфин не согласен на чьей стороне Путин? И что все это значит для российского крипто-сообщества? Анонимность. Банк России не устраивает высокий уровень конфиденциальности криптовалют. Регулятор считает, что анонимность финансового инструмента упростит финансирование терроризма и другой противозаконной деятельности. В том числе речь идет о финансировании нежелательных организаций, включая представителей оппозиции, передает Бин Криптору. Высокие инвестиционные риски. В Банке России скептически относятся к идее покупки криптовалюты в инвестиционных целях. По мнению регулятора, вложения в цифровые активы сопряжены с высокими рисками. Например, инвесторы могут потерять деньги из-за высокой волатильности криптовалют. Также ЦБ усмотрел в криптовалютах признаки финансовой пирамиды. Негативное влияние на экономику. Банк России видит экономические риски в легализации на территории страны, связанного с криптоиндустрией бизнеса. В том числе регулятор выступает против узаконивания майнинга. ЦБ считает, что легализация добычи криптовалют на территории РФ навредит экономике страны. Вреды экологии. Высокие показатели потребления электроэнергии майнерами уверены в Банке России. В случае легализации добычи криптовалют окажут негативное влияние на природу. Как регуляторы и участники рынка отреагировали на инициативу СБ? Не все государственные ведомства поддержали идею Банка России ввести запрет на оборот криптовалют в РФ. В частности, инициативу раскритиковал Минфин. Ведомство считает, что отрасль нуждается в регулировании. Ввод запрета на оборот криптовалют, как считают в Минфине, приведет к отставанию РФ от других стран в вопросах развития высоких технологий. Участники рынка также негативно отреагировали на инициативу СБ. Например, аналитики Fitch отметили, что запрет на криптовалюты в России равен запрету инноваций. При этом эксперты признали, что некоторые опасения Центробанка РФ по поводу негативного влияния цифровых активов на финансовую систему обоснованы. Против инициативы Банка России о вводе запрета на оборот криптовалют также выступил президент страны Владимир Путин. Глава РФ считает, что регуляторы должны пойти по пути формирования правовых норм и правил налогообложения для представителей криптоиндустрии. В результате, многие вопросы, связанные с регулированием криптоиндустрии, остались вне правового поля. Например, в РФ до сих пор не определили статус майнеров, несмотря на то, что летом 2021 года Россия вошла в топ-3 крупнейших центров майнинга в мире. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео.